Конкурс дизайна малых архитектурных форм для Атомпарка «Мы выбираем будущее». Творческое задание с серьезным подтекстом, но с детской непосредственностью. Этот конкурс был инициирован администрацией города Десногорска для того, чтобы придумать интересное наполнение для проекта, который, мы надеемся, будет реализован в нашем городе – Атомпарк. И хочется сказать, что дети действительно подошли к этому очень творчески и представили на конкурс много замечательных идей. Скамейки, фонари, лавки, беседки и даже современные зоны, такие как Пандапарк – детская фантазия не знает границ. Участники от 5 до 18 лет, ученики Дома детского творчества Десногорска представили 132 работы. Так они предложили массу идей и даже экспериментов, некоторые из которых найдут применение в будущем проекте Атомпарка. Конкурс проходил с 20 по 29 ноября, и жюри было непросто выбрать фаворитов. Сейчас по результатам конкурсной комиссии, где определены победители, эти результаты мы вынесем еще на общественное голосование, которое мы проведем до нового года. И наши жители должны будут выбрать лучшего из лучших для того, чтобы те проекты, которые нарисовали наши дети, мы могли воплотить в жизнь. Возможно, какая-нибудь из этих идей станет решающей в борьбе муниципалитета за грант на благоустройство парка. Новый конкурс Минстроя России пройдет в 2020 году, а реализация задуманного намечена на 2021 год. Пока же жителям Десногорска предлагается проголосовать за победителей нынешнего конкурса и выбрать самые удачные идеи. Сделать это можно на сайте администрации до 30 декабря. Продолжение следует...